Когда же папа за мной придёт? Я самый последний остался в школе покемонов. Уже всех забрали. Что-то он опаздывает. Билли, ты тут? Папочка, ты почему так поздно за мной пришёл? Всех забрали уже полчаса назад. Ты что, про меня забыл? Конечно нет, Белёк, у меня работа была. Пап, ну надо же было предупредить. Я думал, вы меня сегодня не заберёте. Я останусь ночевать в школе покемонов. Билли, а что, все ушли уже, да? А можно к вам зайти, посмотреть вообще территорию? Чем вы тут занимаетесь? Папа, ну это же не территория школы. Это просто площадная коробка, на которой мы иногда практикуем свои навыки. Хочешь, заходи, конечно. Пошли, покажу тебе быстренько. Идём за мной. Я покажу тебе стол телепортации. Хочешь? Смотри, Па, здесь есть определённые условия. Надо сесть ровно между четырёх точек и произнести суперзаклинание. Хочешь посмотреть? Конечно хочу. А это не опасно? Опасно только в одном случае. Если кто-то увидит. Но я пока здесь вообще народу не вижу. Поэтому на нас никто не пожалуется. А значит, можно один раз тебе показать. Смотри, Па, внимательно. Я били-чу, сейчас улечу. Биль, ты где? Куда били-чу-то улечу, я не понял. Били! Па, я здесь. Круто получилось. Чересчур круто. Да как ты это сделал? Па, это вот такое заклинание и четыре магнитные точки. Видишь, в круге на столе четыре точки. Били, что ты не предупредил, что они бьются током? Да, Па, они очень сильно бьются током. Лучше их не трогать. Я так понял, эти точки это что-то вроде телепорта? Ну, типа того, Па. Лучше не знать, как это работает. Это все завязано на электричестве. Били, ну это очень круто. А чему еще ты сегодня научился? Па, еще могут такое показать, такое показать. Там тоже трюк с исчезновением. Готов? Готов. И мне еще понравилось, у тебя на ошейнике теперь покебол висит? Да, Па, теперь каждый ученик школы покемонов обязан носить покебол. Если я его не ношу, значит я не ученик. Понятно. Ладно, ну давай, показывай, что там у тебя. Ничего себе круто. Били, а меня можешь так научить? Нет, Пап, это невозможно. У меня есть покебол, который заточен только на меня. Получается, он слушается только меня. Если бы на мне не было провязан покебол, эти трюки бы не получились, Па. Поэтому, к сожалению, нет. А мама где? А мама за тобой не пришла, потому что занята уборкой дома. Ладно, Па, пойдем уже домой. Я так по маме соскучился. Вилья, как много ты всяких фокусов изучил в этой школе, а? Да, Папа, школа покемонов просто топ. Я обожаю всей душой. Слушай, Па. Вилья, что с тобой? Я, походу, забыл свой наконечник для хвоста в школе. Как забыл? Подожди, что значит наконечник? Наконечник? Это такая штука, чтобы он не бился током. Я сейчас приду. Так, только меня не трогай хвостом. Ладно, Па, скажи маме, что я быстренько в школу и обратно, ладно? Хорошо. Только ночь на дворе, будь аккуратней, хорошо? Да, Па, не переживай, у меня электрический хвост. Зая, а где Билибой? Мне тут такое письмо странное пришло от директора школы покемонов. Так он в школу обратно ушел, он наконечник забыл для хвоста. Смотри, какое письмо мне прислали. Подожди, в какую еще школу он пошел в 12 часов ночи? Смотри. Семье Лепота ТВ от директора школы покемонов. Оповещение. Уважаемые родители Билибоя, Биличу, информируем вас о том, что в связи с нарушением Биличу правил школы, мы были вынуждены отчислить его и посадить в тюрьму на 15 суток. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. С уважением, главный покемон школы покемонов. Я не понимаю, какие правила он мог нарушить? Ему так нравились занятия, вряд ли он что-то такое учудил. Сегодня я забирал его из школы и он решил показать мне пару фокусов. А насколько я знаю, этого нельзя было показывать вне школы. Может быть из-за этого? Так, Миш, я ничего не поняла. Получается, Билибоя наказали за то, что он тебе показал пару трюков, которым научился в школе? Выходит, что так. Только вот ума не приложу. Кто мог нас увидеть? Пап, дело в том, что школа находится прямо во дворе и из окон мог кто-то видеть. Ты не обращал внимания? Пока вы гуляли на этой площадке, никто ли на вас не смотрел? Нет, Кевин, я никого не видел. Странно. Ой, какая же убили неудобная кровать. Лежишь тут и постоянно качаешься. Как маленький. Ещё и покемонов своих расставил тут. Видел, пап? У него тут два покемона и рисунок. Да видел, Кевин, ещё и под подушкой один лежит. Ага. Так ладно, что теперь делать? 15 суток Бильки не будет дома, как думаешь? Или всё же его вернут? Не знаю, Кевин, ведь по закону они не имеют права этого сделать, потому что он несовершеннолетний. А значит, мы можем его забрать. Да, но разве мы знаем, где находится тюрьма для покемонов? Я вот сейчас смотрел в интернете, и нигде никакой информации нет. Ты искал в навигаторе, пап? Смотри, Кевин, кажется, я что-то нашёл. И что это такое? Это карта мира покемонов. Мира покемонов? Здорово. Но и где на ней тюрьма, пап? Я не могу понять. Разве так возможно что-то увидеть? Но на карте покемонов нигде нет тюрьмы. Миш, дай-ка я гляну, если не возражаешь. Эй, ты чего в Билькину кровать улёгся? Да я так, с папой болтаем и улёгся. Смотри, Миш, вот здесь. Не похоже? Ну здесь какие-то отдельные острова и много воды. Ну да. Возможно, это тюрьма, которая находится на острове, а вокруг неё вода. Покемоны же не умеют плавать, если я не ошибаюсь. Значит, и выбраться оттуда не могут. Покемоны не умеют плавать? Конечно же они умеют. Ребята, покемоны это единственные существа, которые существуют как в реальном, так и в виртуальном мире. С вероятностью 99,9% эта тюрьма виртуальная. А как у нас Билли попадает в виртуальный мир? Правильно, с помощью Покебола. Нам нужно с помощью Покебола проникнуть в виртуальный мир. Там мы найдём тюрьму для покемонов и соответственно в ней Билли. Зая, твой план, конечно, идеален во всём, но ты забыла то, что Покебол висит у Билли на шее. И значит у нас никак не получится попасть в виртуальный мир, да, пап? Вы абсолютно правы. Основной Покебол у Билли на шее. Но так как покемоны не могут существовать без покеболов, когда Билли поступал в школу покемонов, я точно помню, что ему давали запасной. Давайте обыщем его спальное место. Киваси, вылезай. Вот так вот. Посмотрим. Может быть Покебол где-то тут. Так, какие-то покемоны у него тут. Карточка, тумбочка. Нет, надеюсь он не оставил его в школе. Что и требовалось доказать. Я же говорила, что второй Покебол должен быть где-то дома. Итак. Надеюсь он рабочий. Как проверить? Зверопапа, как им пользоваться? И правильно ли я поняла, что для того, чтобы спасти Билли, мне надо каким-то образом попасть в него. И там уже искать его. Как мне в него вселиться? Дай-ка я попробую. С Билли уже не один раз срабатывало. Лера. Залезай в Покебол. Лера. Иди в Покебол. Зверопапа, что ты руками машешь? Тебе ничего не получается. Соберись. Давай еще раз. Я настроилась. Леракус Покемонус. Ну и что? Он не работает. Дед, у меня кажется есть одно предположение, к чему ничего не сработало. Возможно Лера слишком огромная для того, чтобы заточиться в Покебол. Все-таки он предусмотрен для маленьких зверьков. Не обижайся, Баб. Ладно, Слади, я не обижаюсь. Ну да, он больше для собак, для котов, для мини-покемонов. Все же так сложилось, что мы как раз размером с покемонов. Поэтому скорее всего получится убрать в Покебол, например, меня. Но никак не тебя и не деда. А он кажется гений. Сладун, иди сюда. Вот здесь, садись. И что будет? Подождите, давайте сначала четко проговорим план действий. Я попадаю в Покебол, нахожу там Бильку и пытаюсь его освободить. Верно? Верно. И еще ты должен придумать себе название Покемона. Какое? Сладачу? Ну, это наверное как Билька уже получается, да? Ладно, это не важно. Главное сейчас его спасти. Давай, дед, попытайся. Сладачу в Покебол! И чего? Опять не работает? Может имя не подходит? Ну, дед, при чем тут имя? В Покебол можно заточить все, что хочешь, если это маленькое и живое. Ну ладно, давай-ка еще раз. Сладуну с Покемонус! Дед, я вообще-то чуть-чуть поубежал. Я тут. Сладун. Что? Я даже не заметил, как ты это сделал? Я просто подумал, что лучше сначала сходить в лоток, прежде чем затачиваться в Покебол. Вдруг в мире Покемонов нет туалетов. Да, Сладя, а ты гений. Давай быстро в лоток и возвращайся. Сейчас, одну минуту. Удивительный кот. Наверное, Покебол не рабочий. Дед, а посмотри, может у него есть еще один под кроватью. Смотри, какие у него тут игрухи прикольные. Мне очень нравится. Давай я попробую сесть в его кровать, для того, чтобы создать полное ощущение Покемонии. И ты попробуешь еще раз, когда я буду сидеть в кровати. Ну, давай, Сладун, пробуй. Так, только давай залезай побыстрее, иначе мы и до утра не попадем. Так, ладно, все. Я сел, и если что, я готов. Понял? Понял. Сладачу в Покебол! Ух, он даже выпал из моей руки. Сладун, ты тут? Да! И что ты там видишь? Пока ничего. Какой-то огромный туннель. Я пошел. О, тут похоже какие. Смотри, они с хвостами. Ты их не видишь? Нет, конечно, я же дома. Сладун! Дай сюда. Сладя! Эй, Сладун, ты меня слышишь? Пропал. Возможно, нарушена связь. Может быть, мы его не слышим, а он нас слышит. Сладун, если ты нас слышишь, тебе нужно двигаться на восток. Найди там Билли и попытайся его освободить. Он сидит где-то за решеткой. Сладун? Кажется, связь реально пропала. Надеюсь, он справится. Он такой нерешительный. Мам, пап, пришло уже больше 20 минут, от Сладуна никаких новостей. Вам не кажется, что он там потерялся? Он совершенно не разбирается в местоположениях. Он один раз из школы шел, и в другой дом чуть не зашел, пока я ему не сказал, что надо идти налево. Как вы думаете, может мне пойти за ним? Я быстрее найду Сладуна и освобожу Билли. Кстати, Кевин, хорошая идея. А ты очень умный кот. Давай я возьму покебол и попробую затащить туда тебя. Киванус, Пикачунус, Покеболус. Кевин, ты здесь? Да, пап. Все хорошо. Скажи, ты видишь Сладуна? Сладуна пока нет. Интересно. А куда он делся? Не знаю, сейчас я буду его... Смотри, тут вкусняшки на веточках висят. Кивин, мне кажется, не стоит трогать эти вкусняшки. Сейчас, пап, я только перезакушу и пойду уже сразу туда. Ариэш, получается, прошло уже 40 минут, но ни Сладуна, ни Кевин не выходят на связь. Что же там такое происходит в этом Покеболе? А может быть он и вообще сломанный, и они попали куда-то не туда? Лер, ну, если хочешь, я могу попробовать попасть туда и посмотреть, где они там. Если что, я не буду далеко отходить от Покебола и быстро вернусь. Ну уж нет. Всех четверых животных засунуть в Покебол? Слушай, Арела, это вариант только в том случае, если ты вообще никуда не отойдешь от Покебола. И если почувствуешь хоть какую-то опасность, сразу же залезешь в него обратно и вернешься к нам сюда. Нет, друзья, это вообще не вариант. А что ты предлагаешь, Сверопапа? Трое животных сейчас там, у нас совершенно нет никакой связи с ними, мы не можем позвонить в школу Покемонов, потому что они уже спят. У нас есть два варианта, либо ждать утра, либо попытаться сделать что-то сейчас. А вдруг наши животные в опасности? Мы же не знаем, в какой виртуальный мир они попали. Ну ладно, это будет на твоей совести. Я пошел за Покеболом. Я сейчас в Покебол заберу... Зай, тебе лучше отойти. Ладно. Заберу в Покебол... Арелукус! Ого! Сарелой сработало быстрее всего. Ореш, ты меня слышишь? Да, Миш, я здесь, все в порядке. Что ты там видишь? А, так... Здесь какие-то аттракционы... И кажется... Ой, подожди, что это такое? Только не отходи от Покебола! Арела, помни о чем мы договорились! Это все ловушка, мираж, это обман! Не отходи от Покебола! Арела! Арела! Куда они все так резко пропадают? Что там такое в этом Покеболе? Зверопапа, ты уверен, что он исправен? Он снова бьется током. Я думаю, что все наши животные попали в тюрьму. Все до единого. Глупая была идея заточить туда еще и Ариэлу. Получается, они все четверо в виртуальном мире Покемонов? Зверопапа, а может есть какая-то игра, чтобы мы могли попасть к ним? Я сомневаюсь в этом. Ладно, тогда я предлагаю, как только расцветает, сразу же отправиться в школу Покемонов. Мы попросим у них доступ к виртуальному миру Покемонов и пойдем лично спасать их из тюрьмы Покемонов. Видимо, это последнее, что нам остается сделать. Друзья, а если вы готовы нас поддержать и помочь нам найти наших животных, то оставайтесь с нами и ставьте лайки. Чем больше лайков и комментариев вы поставите, тем быстрее они выберутся. До нового видео! Субтитры подогнал «Симон»